Как стать успешными? Кто такие успешные? И уж кто должен от кем раскрывать? Так это человек, который знает об успехе не понаслышке. Это потрясающая женщина. Молодая. Не знаю, сколько лет, но всегда молодая. Она всегда успешная. За ней пошли колоссальное количество людей, которые тоже стали успешными. Поэтому на сцену с огромным удовольствием я вызываю серебряный мастер-компании «Коралл Клаб» Елена Арбузова! Елена Арбузова! Настоящий профессионал! Настоящий профессионал! Настоящий профессионал! Это настоящее воплощение в успехах. Слушайте очень внимательно, а лучше записывайтесь. Я сейчас настолько затронула то, что произошло буквально минуту тому назад, что у меня аж мурашки по коже, если честно говоря. Мне кажется, вот две вещи, которые мы сегодня с вами видели, стали свидетелями, когда люди получили машину. Но когда дом-бонус, ребят, вот я не знаю, я даже не знаю, что сейчас говорить, потому что это и есть вот этот успех, это и есть отношение компании к нам. И вы знаете, очень хочется, у меня в жизни такого не было, настолько вот быть благодарной не в плане слов, а в плане дела. И я думаю, что, наверное, это разделяет очень многие сейчас здесь, в зале. И вы разделяете со мной? Замечательно! Сейчас я хочу рассказать об одной вещи. Она очень простая и очередная. Иногда я даже не понимала, почему многие люди или недооценивают ее, не видя, или не понимают. Когда я вам расскажу, вы скажете, боже мой, так это все мы знали, это все очень просто. Ну, знаете, я вам расскажу. Потому что я считаю, что это ключевой момент развития нашего бизнеса. Это ключевой момент успеха каждого сидящего здесь. Очень много сейчас на сцене говорилось одна фраза «Делайте, и все получится». И вы знаете, я хочу сегодня поделиться, наверное, то, через чего я прошла. То, через чего сейчас проходят, ну, будем говорить, люди, с которыми я работаю, свои партнеры. Делай. Татьяна Проценко, по-моему, сказала «Быть», да? Быть, делать, иметь. И вы знаете, я делала в свое время очень много. И сейчас я знаю людей, которые работают со мной, они делают очень много в нашем бизнесе. Они звонят, они встречаются, они рассказывают концепцию здоровья. Знаете, как они рассказывают? Их записывают. Более того, они рассказывают концепцию по бизнесу, их записывают. На них приходят люди, они делают, делают. Я их нарисую вот такими большими, потому что когда-то я тоже такая же была. Но они говорили головой. Знаете, логикой, головой говорили. А сердце было закрыто. И поэтому это не позволяло мне войти в состояние, чтобы быть. А если я не в состоянии этого, то, понимаете, я же и иметь буду то же самое. Когда оно закрыто, и когда ты не можешь быть, что делается? Сердце почему не открывается? Ты вроде бы как делаешь, а ты смотришь на результаты, а они не те. И что получается? Страх вот здесь вот начинает расти. Знаете, такой животный страх. Более того, это не важно даже на какой ступени ты находишься. Если ты что-то имеешь, он еще больше, потому что ты боишься этого потерять. Самооценка падает. И мы с вами становимся, вот я сейчас говорю, но я прям в мурашке, потому что я это все прожила в свое время. И тогда ты сам становишься, знаете, таким вот пробкой в развитии своего бизнеса, в своих действиях. Но самое главное, в развитии своего видения. Именно об этом я сейчас хочу сказать. А видение – это не просто мечта. Это не просто цель. Я когда слышала это слово, я его слушала, но не слышала. Видение – это та жизнь в точке B. Это не из области мечтаний. Это факт. Это то, что будет на самом деле. Это есть. И когда только это в голову вложилось, это начинает вот здесь вот внутри. Ты говоришь, ты говоришь, видишь свое будущее. Ты точно знаешь, что оно есть. И стал второй вопрос у меня. А как вообще, как вот это видение-то развить? Ну, не получилось у меня так раз, знаете, вот так вот раз, хлопнулось и все. Я стала ставить цели. Я подумала, что это оно. И когда я ставила цели, я добивалась их, а потом ничего не происходило. Потом я снова ставила цели, добивалась, а потом снова я останавливалась. А когда останавливаешься, или ты идешь назад, но вовремя схватившись, ты понимаешь, что это не так, и ты снова ставишь цели. И я поняла, что мое мышление, оно настолько сузилось, что я видела только вот эти шажочки. И я не видела, что дальше. И я никак не понимала, как так. Я хорошо, вроде как говорила, я хорошо представляю продукт, я хорошо представляю то, чем я занимаюсь, но почему нет тех людей? Ну, где они? Что я делаю не так? И я поняла, что я могу только привлечь-то тех людей. Мышление, которое, как у меня, у меня коридорное мышление. Знаете, как в Белин? Пробежался, и все, и больше ничего не видишь. А мы же хотим людям. И я сидела и не понимала, боже мой, ну вот стоит на сцене, говорить не умеет, ему будем говорить, только-только пришел, а тут у него столько народу, и у него такой успех. И я поняла, что в виде не нету масштабности. Почему? Потому что когда видение есть, когда вы знаете, и все вот эти мелочи, вот это все, что проходит по пути к нему, вам кажется очень мелким, и вы не обращаете внимания, потому что у вас здесь внутри, и вы, когда начинаете говорить, вы говорите сердцем этой картинки, и люди вас чувствуют. И у вас внутри, как говорит мой спонсор Алексей Алексеевич Луконин, ты становишься термостатом. У тебя постоянная температура. Не важно, что. Внешне. Мы не все знаем, что есть зима, что есть весна, но вы знаете, что есть лето? Скажите, вы расстраиваетесь, что сейчас такая погода? Нет. Вы что, удиваетесь? Вы говорите, а, на все пропало, зима, слякать в Москве. Нет, потому что вы знаете, что скоро будет весна, и что скоро будет лето, и что будет одно событие, которое мы все ждем. Ну, может быть, не все, но я точно его жду. И смотрите дальше. Я задалась тогда вопросом. Ну, как его расширить, это видение? И я взяла четыре вещи, которые я стала делать. Одну вещь мне всегда говорил Алексей. Смотри, слушай на мероприятиях истории людей. Первое. История успешных людей. Вы знаете, я слушала. Более того, я на каком-то моменте так раздражалась, потому что я выходила из сцены, говорила, ну, это их успех, это не мой. И более того, знаете, что я искала? Я искала технические вопросы. Что они говорят? Какие вопросы они задают? И как они вообще на это реагируют? А это ведь совершенно не связано. Это вторичная вещь. И тогда я стала много читать, очень много читать про историю известных людей. И неважно кто, ученые, космонавты, артисты, я не знаю, спортсмены, особенно на биографии спортсменов, они видят свою победу, они знают, что она есть. Помните, как Исенбаева готовилась? Она закрывалась, она в голове, она, не знаю, пробегала, прыгала, и она становилась чемпионкой. И вот история людей, я поняла, что только масштабность важна. Вот здесь в голове, тогда вы и будете привлекать таких масштабных людей. И я стала смотреть, знаете, на что? На карту нашу, кораллового клуба. У всех есть телефоны скачаны. Я стала смотреть, сколько стран. Вы посмотрите. Нам сегодня открыли это видение, показали международный бизнес. И я стала сразу представлять. Я знаю, что есть много стран, где у меня уже кахнер. Они, правда, не знают, но я-то знаю. Я-то знаю, что они там уже. Следующий момент, второй момент. Это мероприятие. Почему мероприятие? Опять-таки, что мы, вы говорите, привозите людей с собой? Для чего? Я задавалась, ну, привозила я людей, ну, смотрели, кто-то отсеивался, кто-то, ну, присоединялся. Я думала, о, хорошо, мероприятие, это, ну, некий такой дифференцирующий момент. А когда я посмотрела это по-другому, я мероприятие, знаете, как сейчас вот воспринимаю, я, ну, делюсь вот всем вот своим, вот, я не знаю, мне очень хочется, чтобы вы это услышали. Для меня мероприятие, это показать будущее нашим людям. Какое у них есть будущее? Ведь вы посмотрите, это же не важно. Ты или просто продукт кушаешь, посмотрите, какие результаты, это твое будущее. Ты таким становишься. Или ты просто хочешь, ну, немножко, я не знаю, чуть-чуть дополнительно, пожалуйста, система развития бизнеса. Вот люди здесь, ты это видишь на мероприятии, ты сидишь и смотришь, а, я же здесь могу быть, правильно же? Это то мероприятие, которое дает вот эту масштабность голове, вот это видение. Следующий момент, это окружение. всегда говорят, что надо себя окружить очень успешными и богатыми людьми. Но скажите мне, если ты родилась в семье военнослужащего, инженера, где взять успешных и богатых? Они же тоже понимают, что им нужно окружение еще выше, правда же? Ты же не придешь и не скажешь, возьмите меня в окружение, я знаю, что это там. Где это можно взять окружение, ребята? Здесь. Ведь посмотрите, пожалуйста, я просто посмотрю даже на первый ряд. Врач, летчик, тренер, учитель, шахтер, тренер, тренер, там, не знаю, по бегу, да, Кирилл? Инженер. То есть, вот я про вас, я про вас знаю, что вы инженер. Кораблостроление, по-моему, да, Леонид Акустыч? Вот, неважно, вот посмотрите, пожалуйста, но сегодня это не просто инженеры, летчики и врачи. Это люди успешные, которые себя сделали. И у вас есть возможность попасть в их окружение. Они открыты, они готовы делиться, они делятся. Вы знаете, для меня, например, произвела просто, я не знаю, фантастическое впечатление Зинаиды Деревьевой. Мы тут разговаривали с моим партнером, и она говорит, ты знаешь, Зинаида ездит в те страны, где даже, и в организации, где у нее нет людей. И когда я у нее спросила, Зинаида, ну, почему ты туда едешь? Она говорит, если это так, как я повела, Зина, она говорит, есть люди в других городах, и туда приедут другие литеры. И они сделают то же самое для моих людей. Вы представляете, как это очень важно в окружении? Следующий момент. Это очень, вы знаете, он простой, как Ольга мне понравился, хулиганистый момент, но это то, что мы когда-то делали, возможно, многие забыли. Это называется в народе калаш. Когда ты берешь бумагу, и ты, как архитектор, как художник, ты лепишь свою жизнь. Оно же в виде не разное бывает, правда же? Личных отношений, в семье, развитие бизнеса. И я могу вам сказать, я знаю тех людей, которые к этому относились и весело, и в то же время серьезно, потому что все, что они сделали, на данном этапе у них сбылось. И я совсем недавно на днях разговаривала с нашим партнером, мастером, который, к сожалению, не может здесь быть, потому что у нее была операция, она сейчас останавливается. Но представляете, люди как-то после операции, да? Это Эльвира Ниченко. Давайте поаплодируем, потому что на самом деле то восстановление духа, в котором она сейчас находится, вы не представляете. Вы знаете, ей, я не знаю, шашку дай, и она всех порубит, всех подпишет везде. Это вот такое состояние. Знаете, почему? Она говорит, Лен, я, знаешь, что делаю? Я сняла свой галаштар, и я начала наклеивать, и мы с ней начали говорить о будущем. Мы говорим о будущем, о том видении, о той жизни, которая у нас есть. И поэтому для меня было совершенно неудивительно, когда в первый день девочки из Беларуси настолько мощно выступили, так поделились, такой энергией. Вот теперь понятно об этом. Мне очень хотелось, потому что видение, это его надо развивать, это базовый ключ вообще успеха. А вот есть люди в зале, но мне нужен один человек, я это сейчас сделаю, ну, у которого, ну, как вот у меня было, вот видение, вот, ну, от цели до цели. Есть? Или у вас всех видений? Вот сюда ко мне подойдите, один человек. Нет, 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 вот сюда, простите, вот сюда, вот сюда, потому что пока вы туда побежите, я уйду туда. Как вас зовут? Мне зовут Людмила. Людмила. Вот посмотрите, пожалуйста, вот отсюда, что вы видите? Сколько рядов вы видите? 20. 20. Весь зал ведь не видит? Нет. А хотите? Конечно. Представьте себе, что это ваши партнеры. Вы готовы сделать усилия, чтобы вот увидеть свою организацию, своих партнеров? Да. Поворачивайтесь ко мне, дайте мне руку. Сможете сюда залезть? Да. Да не сможете. Давайте мы позовем Алексея, Павел, Кирилл. Будьте любезны, давайте помочь, да? Да, ну, помогите. Давай Людмила. Опа! А вот теперь посмотрите, вот это люди, они не с одного даже города. Ты слышала в первый день? С Украины, с Белоруссии, Марокко, с России. А если... Брянск это город, милая моя, вот видишь, Брянск, мы странами с тобой, давай смотри. А если бы были в Италии, это были бы наши партнеры из Германии, из Польши, из Румынии, из Болгарии. Посмотри. Давайте поаплодируем, потому что это стоит лидер, у которого мы сделали организации. А ты не хлопай, а ты не понимаешь это все. Ты видишь, что у тебя может встать через несколько лет? Вижу. Это стало, это факт. Это факт, это должно быть все в твоей голове. Смотри, пожалуйста, ты когда-то ко мне пришла, ведь я могла спуститься к тебе. И мы бы вместе с тобой пошли туда, сюда, на место. Но это было бы долго. Смотри, что мы сделали. Мы попросили окружение, ты попала в это окружение успешных людей. Они тебя подняли, и ты увидела свою картинку будущего. Так, и поэтому развивайте, развивайте свое видение. И вы увидите вот это будущее. оно есть, оно факт у каждого из вас. Я вам искренне это желаю. Спасибо. И перед нашей компанией «Горел Слав» Елена Абузова! «Горел Слав». «Горел Слав»